Последняя неделя августа 2017 года продолжает высокий спрос на траки. Ураган Харви ударил в конце недели в пятницу 25 августа, и его влияние на количество траков по региону и расценке я покажу на следующей неделе. А на прошлой неделе тарифы на грузы и расценки остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей. Для драйвен $1.78 за милю, для флатбет $2.18 за милю и для рифера $2.07 за милю. На неделе август 24-31 2017 года наибольшие расценки для драйвенов были из Для флатбета расценки наилучшие были из таких штатов. Для риферов лучшие расценки были из Вашингтона, Орегона, Айдахо, Миннесоты, из Мичигана, Индианы, Мизури, Арканзаса, Миссисипи, Нью-Йорк, Вест-Вирджиния и Вирджиния. Количество грузов упало в Аризоне для всех видов трейлеров. Из Техаса, из Флориды, Джорджия, Канзас и Коннектикут. Самые наилучшие рейты за прошлую неделю были для драйвена. Нью-Йорк-Сити в Корпус Кристи, Тексас за $8500. Кларктон, Норс-Каролайна в Льювистон, штат Мейн за $7000. Салт-Лейк-Сити, Юта, Фейербанкс, Аляска за $9300. Моффетт-Филд, Калифорния в Сан-Антонио, Тексас за $9000. Ширли-Айдаха в Арлингтон, Тексас за $7400. В Винстон, Нью-Мексико, Шипоган-Нью-Брансвик за $7000. Для Флат-Беда наилучшие расценки за прошлую неделю были с Саванна, Джорджия в Анкорич, Аляска за $11000. Честфилд, Мичиган в Палмдейл, Калифорния за $10000. Сайпресс, Флорида в Пейджелэнд, Саус-Каролайна за $8754. Херман-Таун, Миннесота в Форт-Ворст, Тексас за $8500. В Вилмингтон, Калифорния в Анкорич, Аляска за $12500. Салт-Лейк-Сити, Юта в Фейербанкс, Аляска за $9300. Лос-Анджелес, Калифорния в Атланту, Джорджия за $8000. И из Оттавы, Кэнзас, Вашингтон, Ди-Си за $7700. И для риферов наилучшие цены за прошлую неделю были из Чикаго, Иллинойс в Кент, Вашингтон за $8000. Байпорт, Нью-Йорк, Волнат, Калифорния за $8000. Ла-Верджин, Теннесси в Хеддерсон, Невада за $7500. Ливингстон, Ахайя в Бостон, Массачутис за $7400. Виста, Калифорния в Бостон, Массачутис за $9100. Якима, Вашингтон, Помпана-Бич, Флорида за $9000. Субтитры сделал DimaTorzok